Пожалуйста, потише Осталось в этом году самое последнее, но очень важное. Успешно сдать ЕГЭ и провести выпускной. Всем нашим деткам, вам, желаю настроиться по-боевому, избавиться от лишних страхов и сомнений. Желаю выдержки, чтобы здоровье не подвело. И всего самого доброго. Передаю слово председателю Родительского комитета Александру Федоровичу. Ну что, уважаемые родители, вопрос сегодня, конечно, поставлен очень серьезный. Поэтому нам с вами нужно все очень хорошо обдумать. Поэтому я предлагаю сбор где всегда. Вопросы есть? Всем все понятно? Ну тогда до завтра, до встречи. Всем привет, родители! С детям в нашем страсти отдохнуть пора вам от учебной части. Столько лет промчалось, как одно мгновение, в нашем уникальном учебном заведении. Как один день? Ну все отлично, но проблем хватало. Учились вы прилично, хоть нам казалось мало. В общем, мы довольны. Жаловаться грех. Верим в это свято. Всех вас ждет успех. Сплюнь! Много лет обычный, ежедневный трафик. Занятия привычные, напряженный график. День по шесть уроков. Вечером кружки. На переменах игры в буфете пирожки. Позрау! Впереди экзамены. Надо постараться. Но тут-то одна проблема. Приключилась, братцы. Третий год пытаемся. Мы найти ответ. Сдадут ЕГЭ достойные дети? Или нет? Да сдадут, конечно. Спасибо, хоть пандемия-то закончилась. Или нет? ОГЭ не сдавали. Это минус. Или нет? Это не минус, это плюс. Или нет? Да сколько денег репетиторам заплачено. Или нет? Чтоб не разреветься от различных мнений, можно опереться на опыт поколений. Старший отучился и спокойно сдал. Хоть больших усилий он не прилагал. Повезло. Прошлый год случился, вот обратный казус. Ребенок провалился. Подорвал свой статус. Жалко бедняжку. Кто-то ежедневно решает варианты. Другие репетиторы ищут консультанты. Такие деньги. Кто-то пишет в хоры, думает, прокатит. Чтоб добиться хоры, другой за курсы платит. А куда деваться? Еще есть схема. Можно Бога славить. Свечку Серафиму нужно в церкви ставить. Господи, помоги. Вообще, после обработки фактов всех и мнений, не осталось больше никаких сомнений. Найден окончательный ответ. Дети учат и решают. Курсы дружно посещают. Но по свечке в каждом храме нужно ставить. Или нет? Вик, давай поставим. Или нет? Ставить, ставить. Точно нужно ставить. Срочно, однозначно, стопудово всем по свечке нужно ставить. В таком ведь святом месте живем. Или нет? Ставить, ставить. Сам Путин ее ставил. Он сам сказал на Пасху. Раз сказал, то значит ставил. Точно ставил. Или нет? Да ставил, ставил. Или нет? Ну раз сказал, значит ставил. Или нет? Ну по телеку же показывали. Или нет? Хм, так это же на Пасху. Или нет? Думаю, хуже точно не будет. В общем, мы, наверное, на этих грустных нотах сошли с ума бы точно при всех таких заботах. Но презрев медлительность, мы сказали, хватит. Наша нерешительность больше не прокатит. Пока ребята наши бьются за медали, мы готовим праздник, чтоб все возликовали. Точно. Но могут и опять вести запрет. Как раскаток громового, ожидаем выпускного, стопудово ждем мы вместе выпускного. Или нет? Ну так будет или нет? Или нет? Будет, будет, сто процентов будет. Праздникам на площади и с вальсом нужно верить в это, люди. Или нет? Ну два года назад отменили же. Будет, будет. Однозначно будет, сказал глава Саро. По вопросу выпускного, стопудово. Ну вот видите. Или нет? Как, опять нет? Или нет? Ну знаете, в ресторан по-любому пойдем. Или нет? Должны дети встретить рассвет. Или нет? Как нет, мы уже платье купили. Или нет? Все, давайте уже деньги собирать. Или нет? Да будет, точно. Или нет? Да уж, такой выпускной запомнится. Всю жизнь его не забудем. Во, блин, гимназия.